здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал суд камбиса или содрать шкуру за взятки значит на просторах интернета попалась мне вот такая интересная статья которую вам я вам сейчас и зачитаю есть вот такая интересная картина суд камбиса 1498 автор дэвид герард значит смотрите показывают как с мужика зирают шкуру это значит был судья картина нидерландского художника давида дэвида гар герарда суд камбиса отразившая сдирание кожи с продажного судьи относится к жанру назидательных изображений весьма популярных в средневековье в западной европейской живописи это произведение было предназначено для зала суда дабы служить напоминанием служителям фемиды об их долге и присяге сюжет полотна из глубин античности история геродота сюжет этого произведения основан на истории описанной геродотом в его трактате которая вкратце вкратце гласит за то что это судья подкупленный деньгами нанес не вынес несправедливый приговор царь камбис велел его казнить из живого содрать кожу кожу эту царь приказал выду бить нарезать из нее ремней и затем обтянуть ими судейское кресло на котором тот восседал в суде обтянув кресло кожей судей камбис назначил судей судей вместо судей сисанна его сына повелев ему помнить на каком кресле восседает он судит а прошло это произошло это событие описанное древнегреческим историком в пятьсот тридцатом пятьсот двадцать вторых годах до нашей эры в персии во время царствования правителя и династии ахеменидов камбиса второго я значит ребята сомневаюсь а что это было тогда когда нам это дело описывают потому что мы знаем что перед стоит очень много попадается этих значит чисел в указание годов где вместо тысячу пятьсот тридцатый допустим стоит буква и или буква g что означает иисус или джесус так ну ладно поехали но художник дэвид геррад живший в веке не оставил перед не ставил перед собой цель отразить ту далекую эпоху достоверно в том далеком времени он просто взял древний сюжет и перенес в современном ему в современном ему мир а именно в 1498 о чем гласит нас надпись на стене да и в действующих лиц он да и действующих лиц он писал со своих современников в одеждах соответствующих времени средних веков и на дальнем пламе в плане в проемах видны торговые ряды брюгге средневековой постройки сохранившиеся до нашего времени события изображенные художником происходит двух временных срезах поэтому художник использовал популярную в те времена форму живописного полотна диптих обе части которые явились последовательным описанием сюжета где изображен персидский правитель камбис и многочисленные свидетели ареста и экзекуции нерадивой судьи живописец мастерский решил композиционную задачу и последовательно рассказал эту историю в красках для это ему понадобилось четыре года изображенное на изображение написано на двух деревянных досках темперой достаточно масштабно так как левая половина имеет размеры 182 на 159 сантиметр а право 202 на 178 на заднем плане в левом верхнем углу автор изобразил крыльцо на котором видим человек протягивающий судье кошель с деньгами это начало истории ниже к центру видим сцену ареста судьи сисамна уличенного на взятки сам правитель камбис перечисляет взяточнику на пальцах случае когда тот воспользовался служебным положением и судил неправомерно за спиной видим стражника крепко держащего вершителях закона за руку и сына судьи который станет преемником его должности в скором будущем справа на дитрихе изображена непосредственно ужасная казнь где видим как палачи начали снимать с живого судьи кожу а вокруг собрали свидетели во главе с камбисом дабы удостовериться что казнь будет проведена должным образом поэтому страшно даже представить какие муки испытывал в этот момент осужденный и наконец в правом верхнем углу в проходе галерей в судейском кресле покрытом человечей кожей восседает а там отпрыть сим сана слева над входом здания суда висят гербы фландрии и брюгги как напоминание новому судья о его присяге веры и правда служить жителям города это поучительная история о продажном суде как напоминание о судебной чести была актуальна пятнадцатом шестнадцатом веках в западноевропейских государствах когда едины судебно финансовые и политические системы не существовало практически в каждом городе была своя система права отражавшая его исторические национальные особенности а также традиции актуальна эта история и в наши дни немного из истории о чудовищной казни жестокая казнь заключает в себе сдирание кожи с приговорена при помощи ножей свои истоки берет из глубины веков к ней часто прибегали древние вавилоняне халдеи и персы древние индусы кожу обжигали факелами после чего в течение 2 после чего человек в течение двух-трех дней умирал вот значит здесь есть сдирание кожи со святого варфоловея мозаика собора святого марка в венеции такой вид казни был широко распространен в ассирии один из правителей который обтемнул человеческой кожей колонны своего дворца был в древней истории случай когда из пленного императора валерьяна после жестоких пыток персы содрали живем кожу и окрасив красный цвет вывесли в храме как трофей а также история человечества знает случаи когда кожу сдирали из неверных жен изменявших своим мужьям пожалуйста и как показывают неопровержимые факты самыми изощренными мастерами в этом деле были персы они мастерские обрезали кожу несчастных жертв узкими ремешками и кружочками лоскутами и пластинками верх верхом профессионализма палачей было их умение срезать кожу тонкими ленточками начиная с шеи а далее по кругу кольцевыми полосами от 5 до 10 сантиметров шириной вот так вот со временем такой бесчеловечный вид казни утратил свою актуальность и к 14 15 столетию в ней к ней прибегали уже довольно редко хотя история помнит один эпизод когда англичане казнили казнили на такой манер лучника пьера базилир который выстрелом из арбалета нанес ранение ричаду львиное сердце после чего тот скороспостижно скончался разъяренные войны разделали лучника как зверя лезвие проникало под кожу отделяя широкие лоскуты и обнажая багровую кровоточащую плоть в шестнадцатом столетии эту казнь на вооружение взял турецкий генерал мустафа покаравший в 1571 году осажденный кипрский город фама агусту жители которые более 10 месяцев не сдавались по его приказе с дированием кожи казнили всех военачальников среди которых был знаменитый венецианец брагодина предводитель сопротивления казнить зиранием кожи за уголовные преступления перестали несколько веков назад но как ни странно человеческая кожа по-прежнему высоко ценится с собирателями мрачной коллекции до сих пор методы борьбы с коррупцией судей в наше время в наши дни во время судебных процессов в залах заседаний стала частенько появляться репродукция картины суд камбиса политика и простые граждане пытаясь пригрозить коррумпированным служителям фемиды используют эту картину как напоминание об последствии суда камбиса читайте вот смотрите здесь вот есть ролик сдирание кожи с продажного судьи эта картина должна висеть в каждом зале суда ссылку оставляю смотрите на здоровье подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания